В последние дни масленицы русские спокон веку старались, выражаясь современным языком, оторваться по полной. Катались на санях, устраивали ледяные горки, строили снежные крепости и штурмом их брали, разделившись на две команды. Но самым, пожалуй, экстремальным и непонятным иностранцам видом русского веселения во время масленицы были кулачные бои. Первые упоминания о них оставил Нестор Летописис еще в 1048 году. Как зародилась эта мужская забава приблизительно понятно. Ну, славяне всегда были народом пьющим, а выпив мужиков часто тянет помериться силой. Интересно, что православная церковь постоянно пыталась запретить кулачные бои. В 1274 году митрополит Кирилл постановил отлучать от церкви участвующих в кулачных боях, а убитых в них не отпевать в церкви. Но несмотря на гонения и запреты, несмотря на то, что практически каждый кулачный бой оставлял после себя покалеченных, а зачастую и убитых действительно, этой странной с точки зрения здравого смысла забаве русские упорно предавались вплоть до начала 20 века. Веселый мордобой на Масленицу остановила советская власть, которая объявила кулачные бои пережитками царского режима. Однако в постсоветские времена обычай стал стремительно возрождаться. Сегодня стенка на стенку сходятся менеджеры, провайдеры, программеры, гастарбайтеры и прочие персонажи бьются в боксерских перчатках и без летального исхода. А как кулачные бои проходили на Руси в прошлом? Я думаю, это будет интересно. В седьмом номере журнала «Русский вестник» за 1876 год довольно подробно описаны их правила. Цитирую. Общий уговор не бить по голове, особливо в лицо и лежачего, руки иметь в рукавицах и ни под каким видом не класть в них какой-нибудь тяжелой вещи. Конечно, у некоторых были спрятаны закладки, то есть куски свинца, железа, даже камни, увеличившие силу удара. Но горе тому, у кого их обнаруживали. Тогда толпа была беспощадна. Тут не только противная сторона, но и свои набрасывались на виновника и били нещадно, смертным боем, иногда забивая до смерти. По воспоминаниям одного из современников Пушкина, москвичи сходили биться на льду Москвореки. И по обеим берегам теснились огромные толпы зрителей, особенно из купечества и даже именитого. Среди народа ходили сбитенщики, торговцы, патоки с имбирем, блинов и пряников. Интересно, что кулачные бои привлекали не одних, только простолюдинов. Все классы общества, включая представителей дворянства, в них участвовали. Особенно славился этим граф Орлов Чесменской, человек необычайной физической силы. Одной рукой граф мог остановить шестерку лошадей. Под девичьим монастырем на громадном поле или на Москвореке выставлялась на боях особая палатка, где окруженный знакомыми и любимцами силачами Орлов Чесменской следил за ходом боя и иногда выходил драться сам. Были среди кулачных бойцов и свои знаменитости из народа. Самым крутым, выражаясь современным языком, был фабричный рабочий Семен Трещала. Какая фамилия-то у него, да? Громадного роста и непомерной силы человек. Он легко мог выбивать кулаком кирпичи из печки. Слава этого бойца была так сильна, что известный поэт и баснописец Александр Ефимович Измайлов сделал его героем своей сказки «Кулачные бойцы». Ну и последнее. Намахавшись в сласть, кулачные бойцы, а их в лучшие времена сходилось на бой до нескольких тысяч, братались и отправлялись в ближайшие трактиры выпивать и смаковать подробности битвы. Как говорится, ничего личного. Ну, всех православных еще раз с масленицей. Надеюсь, до кулачных боев у вас не дойдет.